Решить, кто в доме хозяин, ТСЖ или УК, жильцам дома на Рокоссовского оказалось задачей со звездочкой. Люди рассказывают, недовольные качеством обслуживания управляющие компании Левобережья, они решили способ управления домом сменить, но столкнулись с давлением и подлогами. Дом номер 30 по улице Рокоссовского на обслуживании у управляющей компании Левобережья с 2015 года. Как говорят жители, за это время его состояние только ухудшилось, а коммунальные проблемы решаются со скрипом или же не решаются вовсе. Люди, которые живут на верхних этажах, постоянно жалуются на то, что протекает крыша у них. Постоянно проблема с швами межпанельными, то есть их заделывают некачественно, всё потом это опять прогнивает, циреет, отваливается, трескается и так далее. Много работ, которые просто не делаются в нашем доме, но деньги платятся за это, и куда они идут – непонятно. Плесень и потоки дождевой воды с потолка – нечастный случай или беда одной квартиры. В доказательства от жильцов – видеозаписи и фото. Вот крыша. Это что? Сделали частичный какой-то кусок, якобы сделали, но там списывают 700 тысяч, а ремонта там на 7 нету. Даже гудроном не загудронили, посмотрите, пеной не запенили. А ты открываешь лист, там всё, конечно, будет течь. Людям в квартиры течёт. У нас шов заделывали. Заделывали, наверное, в 19-м и в 20-м году. Сейчас промёрзло вообще до потолка. В спальне промёрз, уже плесень пошла. На самом деле у нас, по сути, ручное управление. Когда мы обращались в жилищную инспекцию, ещё какие-то органы, начиналось какое-то движение. Вот в том числе, зная, что приедет телевидение, вчера быстро они покосили траву, залезли на козырьки с обратной стороны, с той стороны, которые поросли уже мхом, началась вот эта, как говорится, показуха. Бардак, по мнению людей, коммунальщики неумело маскируют и в подвале. Но нам увидеть состояние теплосетей не удалось. Представители УК успели повесить на подвал замок, оберег от лишних глаз. Всё, замок уже поменяли, навесной повешивали, специально перед телевидением, наверное. Но по подъездам прогуляться никто не запретит. На их состояние тоже жалобы. Необходимо делать капитальный ремонт раз в пять лет. У нас капитального ремонта уже не было больше 15 лет точно. То есть, сколько я здесь живу, я его не видела никогда. То есть, здесь вот закрашивали уже жители сами лично, чтобы более-менее было как-то посимпатичнее. Кормить управляющую компанию людям надоело. Собственники посчитали, что смогут распределяться финансами более эффективно. В мае большинство, 68%, проголосовало за создание ТСЖ. Документы о регистрации уже были поданы в налоговую инспекцию. Но со стороны УК «Левобережья» началось давление, рассказали нам члены инициативной группы. «Левобережье, нарушая закон Российской Федерации, при содействии нескольких жителей нашего дома, провели эффективное собрание и голосование, которое мы все узнали из-за уведомлений на госуслугах 16 июля. Там мы узнали о новом председателе дома и о том, что якобы 99% жильцов хотят обслуживаться в УК «Левобережье». У нас есть общедомовой чат, где выяснилось, что практически все подписи сделаны без ведома собственников». Люди настаивают. Добровольно они голосовали только за товарищество собственников жилья. Любые другие подписи – не их рук дело. «Мы с мужем узнали, что на госуслугах прошло голосование и увидели свои подписи в планках. На самом деле, это подписи не наши, а поддельные. Никакого голосования не было и собрания тоже не было». Многие собственники в противостоянии управляющей компании и инициативной группы занимали нейтральную позицию. Но после фальсификации подписей, в том числе и за ушедших из жизни, окончательно встали на сторону ТСЖ. Паранормальные явления – как-никак. «Мне не важно, в какой компании у меня будет квартира, но подделка документов меня поставила точку. Умерла мать и сестра два года назад, а они пишут за них бюллетени поддельные. Как будто они за… Это кошмар просто. Это чувство». Подделка документов – это серьёзное обвинение и уголовная статья. Собственники направили жалобы в компетентные органы, но ответа пока нет. Молчат и представители УК. На встрече с жильцами говорить на камеру они отказались, но попали в кадр. Здесь они справа. А в офисе Левобережья к нам никто и не вышел. «А к нам кто-то выйти может? Вы же звонили кому-то». И она говорит, что я не получена. Пусть созваниваются с директором. Но она же могла выйти нам сама. «Соглавливается отлично. Но сейчас она некомпетентна просто ответить вам на какие-то ваши вопросы». «Нет, она может выйти нам сказать, что только к руководителю?» «Нет, значит не можете, если при вас позвоню вам». В любом случае вопрос о смене способа управления многоквартирным домом должен решаться в строгом соответствии с законом. А в случае с жильцами дома по улице Рокоссовского без огласки и суда решить, кто в доме хозяин, похоже, не получится.